вот сегодня 2 декабря 2015 года вот я вышел на улицу у себя ползунувшись а тут голуби голуби мои пьют воду воду то есть снег только что снежок выпал какие они белые издалека даже не видно вот они вылетели часть голубые не все это рядом дом у мелкий коржак выпал коржаком называется и ней на деревьях вот они вот это тот белый сзади всех стоит он долбит как бы это тот самый голубенок который у меня прошлом году вывелся в избе в доме здесь показываю это он такой боевой лишь долбит пятнышко с правой стороны около на шее у него долбит долбит это означает любит у голубей так любит он ее гонит толчками колотушками живут как голуби ну вот так вот живут когда муж любит жену он строгости держит и держит но и вот это голуби форточка вылетают то голубь то голубка здесь вот я повешал много мяса сала ну и в окно видать сороки это не воробьи очень заметные большие птицы снять никак не могу только чуть шелохнулся до того они осторожны вот это вкус калины это рядом это елка я ничего тут не садил из этого просто мне господь это дал я отсудился 11 лет когда освободился у меня фонотека была огромная и конфисковали восемьдесят шестом году ну и вода девяносто седьмом году получил вот эти два здания в одном и здесь молимся на и рядом стою здесь вы показывали не раз и 13 соток земли это центральный район о куча воробьев вот так вот они сейчас на мою кормушку садятся вот они кучи то вот это которая рядом белая полоса это туда насыпая отходы голубиные а вот эта установка такая это там тоже выглядывать ящик и сверху прикрытые семечки для жуланов вороби туда неохотно лезут они прямо перед окном я сижу и они здесь у меня птицы перед глазами целыми днями вот интересная статья у нас в алтайке была у злого человека голуби не водятся интересно с повторением прошла заголовок этот я вот начинаю узнавать которые люди тут нападают вот сейчас у меня опыт еще больше приобретается уж кажется опыту столько и все равно потому что какие-то определители есть можем ну вот определить хулиган там не хулиган в последнее время у меня самые большие нападки были от людей которые каким-то образом имели отношения или последователи отца данила сысоева которого я признаю мучеником священно мучеником но они хамьё ужасное просто моложе раза в три в три раза собеседника хамят прямо с налету сразу ни у кого больше таких нет и все эти те которые часто причащаются то есть недостойно нужно добавлять несчастное причащение именно недостойной без подготовки и вот сейчас я много по скайпу беседую еще то там целый архив у меня который я не публикую и буду теперь спрашивать если он часто причащается быстро узнать и не беседовать они не могут остановиться беседовать хамят безобразничают угрожают нанимают они начинают там материться ну то есть безобразие ужасное я последние годы начальник лидерского лагеря 44 года основатель его заранее когда детей набираем не наших если играл играет он в компьютерные игры не брать полностью опустошенные бесноватые дети и точно так вот сейчас в этот ряд ставлю тех кто часто причащается недостойно они ярые такие лютые просто что это ну понятно что бесовская сила он находит дом невыметенный а он прикасается к святыне и он свирепеет на все только-только заходит разговаривать нету еще по скайпу говорит ну ты старик не или ты отвечай ну просто с угрозами нет ни от коммунистов не от фашистов ни от кого нет как вот эти которые причащаются вот последнее время на меня какой-то там напал дулевич или кто антон стулы безобразники ведь безбожники совершенно даже чуть-чуть немножко человек если относится к человеческой расти какие-то порядки если не знаете где поучиться посмотрите на восточные народы какое у них уважение к родителям друзьям к старшим ничего нет этого главное только раздвинуть рот и проглотить богохульствует никогда раньше так не замечал как сейчас плотную коснулась ну ушел а эти прям яра нападают с первого с первой минуты только начинаем беседовать ему ничего не надо он тащить чтобы я согласился что это необходимо ну тебе необходимо ты причащайся счет и лютуешься а вот именно это показано погиб сам и другого чтобы затащить туда же в эту беду вот у меня голубя как они заходят надо посмотреть а я тут прошел калина калина горит кричит я хороша с медом а мед горит я и без тебя хорош вот они у меня куда завозят вот они как палочка это железная сверху решетка сетка чтобы кошки оттуда не могли спрыгнуть вот видите как сделано вот они сидят на это залетают туда и все там обито железом жестью вот на чем они сидят и внизу вот это место жесть вот она коррите как вниз идет с двух сторон и они если кошка лезет она долазит отсюда никак а вот на которых они сидят вот эти крестовины внизу у них раз трубы тут видно даже вот они какие сделаны из паранита прибитая с она полезет она дальше никуда не пролезет то есть вот это стопроцентная гарантия что не крыса не мышка никто не может залезть тоже опыт постепенно пришел такие разные там внутри тоже обито все жестью вот такой опыт жизни бог дает вот приближается новый год декабрь и бой за что могут залезть и макушку спилить безобразники сколько уже видел такие елки стоят безбожество вот кто знает пусть мне сообщит у кого сколько в саду скворечников я люблю птицы у меня скворечника только в саду было сто двадцать три скворечника все до одного мной сделаны я люблю просто птиц у меня перед глазами птица все время и даже внутри там в коробке сидят голуби заболел или что-то голуби у меня с детства вот три голубят не злого человека голуби не водятся это надо всем запомнить не водятся они держать не будут он свинью будет держать куриц а это нет